Мы сегодня хотим обсудить особенности лечения больных первично-множественными опухолями. Первично-множественные опухоли – это достаточно редкая локализация. И среди общей группы злокачественных образований, которые были зарегистрированы в России в 2014 году, эта группа очень мала, она составляет всего 36 174 человека. Из них 27,5% из этой группы будут опухоли, которые относятся к синхронным опухолям. На сегодняшний день в канцер-регистрах нет данных по первично-множественным опухолям, по их локализациям, поэтому эта проблема еще подлежит изучению. Но на сегодняшний день имеются данные о росте первично-множественных локализаций. Первый фактор, который влияет на то, что у этих опухолей отмечен рост, это то, что оптимизация опухолевой диагностики значительно улучшена. Это, конечно, имеющиеся возможности КТ, ПЭТ-КТ, МРТ, это иммуноцитохимические исследования, иммуногистохимические исследования, различные генетические исследования, они, конечно, способствуют диагностике этих опухолей. Это увеличение продолжительности жизни после пролеченного онкологического заболевания. У молодых людей, которые прошли первичное лечение, в дальнейшем, через какое-то время, развиваются вторичные опухоли. Унаследованная предрасположенность к раку – это мутация гена, которая дает эту предрасположенность, такие наследственные синдромы, как синдром Гарднера, Линча, Лифроумени, синдромы множественных эндокринных неоплазий, и метеллирование ДНК, и нестабильность хромосом. И, конечно же, иммунодефицитное состояние, и сам образ жизни человека. Для постановки первичного множественного заболевания требуются, существуют критерии, которые были еще четко написаны в 30-х годах прошлого столетия. Это первые критерии, это каждая из нескольких первичных опухолей должна характеризоваться четкой гистологической картиной злокачественности. Опухоли должны быть локализованы на некотором расстоянии друг от друга, и вторичная опухоль не должна быть метастатическим поражением первичной опухоли. Мы обработали историю амбулаторной карты пациентов, которые проходили лечение в нашем учреждении, в онкогинекологическом отделении, и разобрали эти случаи первичного множественных заболеваний. Все первичные множественные опухоли подразделяются на синхронный рак. Это те опухоли, которые возникают одновременно, или вторая опухоль возникает в течение полугодия. А метахронный рак – это те опухоли, которые возникают последовательно. Вторая опухоль возникает после 6 месяцев от момента обнаружения первой. Группа состояла из 166 человек. Основной локализацией у первичных множественных опухолей была молочная железа. Вот эти 113 человек – рак молочной железы, которые сочетались с различными заболеваниями женской репродуктивной системы. И, конечно же, в первую очередь это были заболевания, которые относятся и причиной развития этих заболеваний является гиперстрогенией, такие как рак теломатки, рак яичников, саркома матки, первичномножественный рак яичников, рак теломатки, даже рак вольвы. 53 пациентки – это те пациентки, которые имели комбинацию с другими первичными множественными опухолями репродуктивной системы. Это рак толстой кишки, рак щитовидной железы, и все остальные локализации здесь перечислены. Если посмотреть внимательно эту таблицу, то тоже, опять-таки, наибольшее число опухолей – это гормонозависимые опухоли, рак толстой кишки и рак теломатки, который мог быть в сочетании с раком яичника. Сама характеристика пациентов с первичномножественными опухолями, которые относятся к группе синхронных, их было 21 человек. Среди этой группы наибольшая часть больных также отмечена была, что это заболевание рака молочной железы и раком теломатки. Средний возраст этих пациентов варьировал, они все были старше 50 лет, то есть постменопаузальные, и диапазон колебания этого возраста от 47 лет до 76 лет. Минимальный период, когда появлялась вторая опухоль, это был один месяц, и максимальный период до появления второй опухоли составлял 6 месяцев. Пациенты с метахронным раком, группа которых составляла 92 человека, это те пациентки, у которых кроме рака молочной железы отмечалось увеличение больных с билатеральным раком молочной железы, то есть поражение двух молочных желез, или одновременно, или последовательно. Это группа рака теломатки, рака яичников, и возрастной диапазон в этой группе, он был несколько моложе, но средний, медиана возраста, она в принципе соответствовала группе синхронного рака. Минимальный период до появления второй опухоли составлял 8 месяцев, а максимальный период до появления второй опухоли, это составлял 32 года. По стадиям синхронные раки, в синхронных раках преобладал рак теломатки и рак яичников, и стадия их при раке теломатки, она соответствовала первой и второй стадии, то есть это более благоприятный опухоль, который действительно раньше диагностируется, а при раке яичников здесь преобладала третья стадия заболевания с учетом характера этой опухоли. По стадиям митохронного рака также, в принципе, преобладал рак теломатки первой и второй стадии, но рак яичников все-таки в этой группе было больше стадий, третьей и в том числе и четвертой стадии, то есть это более такая группа с неблагоприятными формами. По степени дифференцировки синхронный метахронный рак, на слайде видно, что, конечно, в метахронном раке, в принципе, конечно, больше преобладали степень дифференцировки низкая, и чем в синхронном раке. По раку молочной железы также в группе метахронного рака степень дифференцировки хуже была именно в группе метахронных опухолей. По морфологическому типу первично множественные опухоли рака молочной железы отмечалось в группе синхронных раков, чаще всего преобладали протоковые раки, а в группе метахронных чаще всего встречался дольковый рак молочной железы. Определение рецепторов стероидных гормонов и амплификация HER2U, она играет огромное значение, потому что и при раке молочной железы, и при раке яичников имеется высокая экспрессия стероидных гормонов, и это, в принципе, является благоприятным фактором для лечения, прогностическим фактором для лечения этих пациентов, поэтому основными показаниями в дальнейшем для назначения антиэстрогенов или для профилактики даже этих заболеваний является именно определение этих рецепторов. Также как амплификация HER2U, она, в принципе, не несет в себе никакой такой сверхбольшой информации, но наличие высокой гиперэкспрессии HER2U является показанием к назначению именно таргетной терапии. В группах использования селективных модуляторов рецептов сатрогена доказывают то, что в синхронных раках действительно преобладали гормонозависимые раки, что требовало в дальнейшем назначения тамоксифена. В большей части получали больные тамоксифен в первой линии. В метахронном раке эта группа составляла меньше, но при назначении этих препаратов все равно проводилось. В принципе, отличие лечения первично-множественных заболеваний от локализованных рака яичника, рака молочной железы, оно ничем не отличается. Стандарты лечения точно такие же. В женской репродуктивной системе патоморфологическая характеристика первично-множественных опухолей, она говорит о том, что синхронные раки, они всегда содержат, чаще всего встречаются опухоли более высоко дифференцированные. В группе метахронных раках часто наблюдают, и в синхронных раках еще встречаются гормонозависимые опухоли, стромополового утяжа, к ним относятся от гранулеза клеточная опухоль, которые в дальнейшем хорошо поддаются гормонотерапии. А в метахронном раке встречались опухоли бреннелла, плоскоклеточной и светлоклеточной формы рака, которые относятся к более низкодифференцированным. По стадиям синхронный и метахронный рак, в принципе, особой значимой разницы не было выявлено. По молочной железе в основном преобладала вторая стадия в обеих группах, но в синхронном раке больше преобладала первая стадия, чем в метахронном. И выживаемость. Выживаемость в этих группах имеет некое различие, хотя это, конечно, несущественное различие, но все-таки есть это в группе синхронных раков, выживаемость выше, чем в метахронных раках. Ну и выводы, что, конечно, здесь речь идет об индивидуальном составлении плана лечения онкологических больных с учетом прогностических и предсказывающих факторов. И, конечно, то, что многие опухоли перекликаются между собой с наличием мутаций в генах, вот рак молочной железы, рак яичников с мутацией генов Берсей-1, Берсей-2, наличие рецепторов эстрогенов и HER2 дают основания назначать таргетную терапию, то есть в дальнейшем лечить этих больных. И понятно, что эта проблема достаточно еще актуальна на сегодняшний день с учетом роста этого заболевания, увеличения количества первично-множественных опухолей. И, конечно, что она требует дальнейшего изучения. Спасибо за внимание и спасибо за приглашение. Спасибо. 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 Спасибо.